Эту команду можно назвать колумбами танца. В своем творчестве они всегда отправляются в неизведанное и открывают все новые и новые грани хореографии. Но вот сегодня им предстоит вернуться в прошлое и попробовать себя в одном из самых выразительных народных танцев. Свой ход делают Эволверс Красноярск. На прошлом эфире мы танцевали брейк-данс, немножечко такой экспериментальный. Я танцы не увидела, извините. Каждый творец индивидуален. И то, что делаем мы, это наше видение. И оно не всем будет близко. Подготовка проходила довольно-таки сложно. Большая часть команды отъехала в город Красноярск для того, чтобы показать свой замечательный спектакль. У нас здесь осталось всего три парня. О, Юля написала. Напишет, чтобы мы сами посмотрели какой-то материал, какую-то информацию, почитали про этот танец. Прикладывая собственное усилие, прикладывая собственный стиль, и получится просто ба! Само собой, когда мы увиделись со мной частью команды, это были очень радостные эмоции. Мы были рады видеть друг друга. Ни секунды, ни раз в двойство, и начали работать над нашим номером. Поскольку сроки были очень ограничены. На этой неделе мы танцуем украинский танец. Танец у нас «Приветание». Мы приветствуем всех Аллу Сигалову, Егора Дружинина, Владимира Деревянко и всех зрителей. От нас хотят кардинального перевоплощения, и они его получат. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Эволверс, Красноярск. Потрясающий танец. Но я правильно понимаю, что это не стилизация, а это прям настоящий гопак был? Вы попытались танцевать именно его? Да, все движения были из традиции габака, мы ничего не добавили, все как есть, корни украинские и народный танец был полностью таким, как был раньше. Егор, узнали ли вы любимых эволверс? Нет, не узнаю, но не потому, что лица незнакомые, а потому, что они какие-то сегодня смешные очень. Каждый проглотил кол, у всех улыбки, как у гуинпленов до ушей, наверное, им кто-то внушил мысль, что это часть габака. Но старались они самозабвенно, это было очень наивно, но при этом очень старательно, но меня все равно не покидает ощущение, что это очень смешной танец сегодня у них был. Отлично, давайте тогда послушаем, что скажет Владимир. Классический народный танец, все исполнено, видно, что вы очень старались, но можно быть в этом во всем более натуральными, понимаешь, не обязательно ходить вот так вот, правильно? Нормально, как вы обычно все делаете, вот и все. Мне кажется, вы зря говорите про улыбки. Я, разговаривая с танцовщицами ансамбля «Березка», они рассказывали, что они улыбаются во все 32 зуба, а потом, когда уходят за кулисы, они не могут закрыть рот, потому что высыхают зубы, и губы на них уже не надеваются. Вот это тот самый случай, по-моему. Ну, так это каноны народного танца веселого. Нет, мы сейчас оцениваем не только технику и владение какими-то элементами, которые раньше никогда ребятами не танцевались, но в том числе мы оцениваем, насколько органично ребята выглядят в том стиле, который они выбрали сами. Как раз тем, что Егору и Володе не очень пришлось по душе, а меня очень тронули. Это какая-то детская, незамутненная, непосредственная вера в этот танец, в то, что вы его танцуете, как вам показалось. И то, что вы делаете большое количество элементов ГПК. Вы меня очень тронули. Вот просто тронули. Ну что ж, давайте тогда посмотрим на оценки. Владимир. Девять. Алла. Согласна, девять. Егор. Девять. Двадцать семь баллов. Эволверс, Красноярск. Красноярск.